Здравствуйте! Углеродным конструктором мы сегодня будем заниматься. Это сугубо, так сказать, игровой объект. Играть будем в углеродный конструктор. Ну, собственно, правильнее было бы немножко сказать углеводородный. Хотя это немножко правильнее. Там кроме углерода и водорода много чего еще будет. Итак, конструктор это такая была детская игрушка во времена моего детства. Очень распространенная, кстати говоря. И очень как-то вот редкая, да, ее надо было купить. Но это всегдашние были проблемы, что вот нигде в магазинах нет колбасы, у всех в морозильниках колбаса. Нигде в магазинах нет конструктора, а дети все-таки дома что-то из конструктора собирают. Конструктор, значит, вот что такое я вам расскажу. И вы, соответственно, поймете, что такое углеродный конструктор. Конструктор состоял из некоторых, ну, стандартных элементов, да. Какая-нибудь палочка с дырочками, да, винтики, которым все это можно соединять. И разные объекты. Колесико, да, какая-нибудь, так сказать, панелька, еще что-нибудь. Вот набор таких вот объектов. У нас тоже будет набор объектов, из которых можно конструировать разные химические, так сказать, молекулы. Это будут, значит, атомы углерода, прежде всего, водорода и много чего еще. Разные способы собирать, скажем так, блоки. Вот уже собранные в блок какие-то вот атомы, они, можно сказать, ну, выполняют некую одну единую смысловую функцию. В принципе говоря, когда я дожил до 10 класса, изучал там вот эту, проходил, все там изучал, проходил органическую химию, то уже тогда у нас в космос все летали, стыковались на орбите, дыгань, 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 дыгань. И вот это очень напоминало мне вот это конструирование, как стыковку на орбите создания орбитальной станции из отдельных блоков. Каждый блок это какой-то вот нечто такое вот, несущий некий химический смысл, элемент. Сейчас вы, вот попытаюсь я вам, вас познакомить с анонклатурой, что есть у нас в конструкторе. На самом деле, когда ребенок покупал конструктор, вот эта вот часть, где описание, он как-то пролетал мимо, а напрасно. Потому что вот надо все читать, предисловие, и инструкция, она для того и дана, чтобы ее посмотреть сначала, прежде чем конструировать. Не прочитал? Конструкции какие-то. Вот давайте конструируем. Ну, важнейший элемент углеродного конструктора, естественно, сам атом углерода. Атом углерода имеет четыре крепежных узла, с помощью которых он может крепиться. Если хотите, это можно считать неким таким модулем космической станции, у которого есть четыре, значит, как бы так сказать-то, четыре стыковочных узла, через которые он может стыковаться с четырьмя рядом находящимися объектами. Есть одно удивительное свойство у этого углерода, вот как космического модуля, о том, что он с соседним объектом может стыковаться не через один, вот только переходной модуль, но сразу через два, через три, да, представляете, как здорово. Все с одним может стыковаться. Вот это вот удивительная особенность, которая, скажем, в плане конструктора, пожалуй, понятна, да, детского конструктора, когда вы можете вот соединить не одной, одним винтиком, а, так сказать, тремя, да, а вот тут вот два блока, да, а тут вот для космоса это немножко удивительно, но тем не менее, вот надо привыкать к такой игре. Вот, например, элемент соединения CC, да, углерод-углерод соединили к двойной связи, вот такой вот недостроенный космический объект. Вообще, вот если говорить химическим языком, это радикал. Вообще такого радикала в химии нет, но вот когда у нас есть свободные болтающиеся химические связи, или свободные, незаделанные, незаглушенные, как говорится, вот эти вот стыковочные узлы, Ну, понятно, что в космосе ветра нет, потому что там нет воздуха, но не считать, что через эти вот дыры будет вот сквозняк, да, то есть надо обязательно что-нибудь присадить, дверь какую-нибудь, да каким-нибудь модулем запереть, да, понимаете? А тут у нас какая штука? Два углерода, между ними двойная связь, то есть вот эти два модуля стыковочных состыковались. Обратите внимание, у каждого было по четыре связи. Они соединились, вот они сложили их с винтили винтиками, и вот так вот получилось, да, вот такая вот конструкция вышла, странная. А по бокам вот они такие, вот эта двойная связь, очень важный элемент в органической химии, вещества с двойной связью, это перспективно, это новое, это интересно, в том смысле интересно, что можно эту двойную связь растыковывать и пристыковывать чего-нибудь еще. Вот когда у вас заглушечка стоит сбоку, да, вот понимаете, какое дело, вот радикал у него пустая болтается связь. И, конечно, такие случаи бывают, когда вот есть радикал, но он, конечно, с кем-нибудь соединится, потому что это не заглушенное переходное устройство, не задействованная связь, она с кем-нибудь провзаимодействует, как говорится, да, задействуется. А вот так вот друг на друга они замкнулись, тут ничего не прилипнет лишнего, в общем-то, может прилипнуть, но, скорее всего, не прилипнет. Чтобы прилипнуть, должно что-нибудь разорвать его сначала, разорвается, разорвается парная связь, раз, и тогда же прилипай, сколько хочешь. Вот так вот это организовано, да. Вот интересный такой элемент. Бывают даже тройные связи, да. Вот элементы, не содержащие, так сказать, кратных связей, называются предельными углеводородами, да, или их называют алканы. Алкены с двойными связями, алкины с тройными связями. Между прочим, одна и та же цепочка может содержать самые разные кратности связи, одинарные, двойные, тройные. В этом удивительное свойство нашего углеродного конструктора. Из него можно собирать самые разные элементы. И, кстати говоря, люди и занимаются тем, что из этого конструктора собирают разные элементы. Между прочим, это их основная деятельность. Причем, это не вот-таки какая чистая наука, это прикладная наука на этом делает товар, да. Значит, дело в том, что огромная масса полезных органических соединений, будь то лекарства, ядохимикаты, что-нибудь там для химической промышленности, это все сложные органические соединения, элементы вот этого конструктора. И вот, значит, ученый, да, он собирает или она собирает из этих элементов, значит, некую молекулу конструировать. Дальше ей нужно разобраться. Вот она сконструировала молекулу, как вот инженер, который конструирует космическую станцию, да, он спроектировал, собрал. Ему нужно понять, а как эта станция будет работать, а все ли будет нормально, не будет ли каких-нибудь особенностей у нее, да, не сломая, будет ли она функционально. И он смотрит, а вот функционально данная молекула в каких-то отношениях способствует каким-то процессам, происходящим в организме человека, или наоборот, их блокирует или нет, вот что-то такое. Ну вот это все считается, как говорится, для этого моделирование воздействия этих молекул производится на компьютере, да, соответственно, значит, быстродействующий компьютер с большим количеством процессоров, можно сказать, суперкомпьютеры, все это обсчитывают, считают, гоняют циферки, моделируют молекулу, решают, между прочим, огромные системы дифференциальных уравнений в частных производных, уравнений, уравнений для волновых функций, да, уравнений Шреддингера, для вот этой вот многоэлектронной волновой функции. Вот эта каждая химическая связь, это, значит, парочка электронов объединившихся, да, ну, замкнутые химические, тут надо по бокам болтается, просто элемент конструктора, мы же вам показываем инструкцию для конструирования. Так, значит, OH-группа. Вообще говоря, можно придумать вариант, в котором OH-группа будет входить именно как OH-группа. OH-группа – это вот чебурашка, у которой в результате диссоциации отвалилось одно ушко, да, помните, чебурашка – это молекула воды, О – это голова, она отрицательно заряженная, а H – водород, он положительно заряженный, у него отняли, значит, электроны. А вот второго ушка он лишился, да. И вот, значит, в растворе, значит, щелочи, например, такие OH-группы плавают, их там много, вот они окружены шубой из других этих самых чебурашек, называется гидратная оболочка, вот такая вот, значит, история, да. Это OH-группа, элемент щелочи. А вот у нас здесь OH-группа немножко другую роль играет. Видите ли, в чем дело? Вот когда OH соединен, ну, скажем, с натрием или с металлом, да, чем замечательный металл? Он легко расстается с электроном. Поэтому вот эти все щелочи или, как говорят, основания, да, обычно так, где щелочи – это легко растворим, а основания – так не очень, да. Вот кальций OH-2, пожалуй, это основания, да. Вот, там какой-нибудь феррум OH сколько-нибудь – это тоже основания. А вот натрия OH, ну, вообще можно назвать основанием, лучше назвать щелочью. Ну, вообще тут вот для нас с вами, для непрофессионалов, у нас же ведь развлекательная передача, давайте откровенно будем об этом говорить. Для нас это не так важно. В принципе, разницы у нас, четкой границы нет, да, значит, для нас и четкой разницы нет между основанием и щелочью. Так вот, в щелочи он хорошо отнял электрон у металла. Разный металл в разной степени хорошо он отнял, поэтому в разной степени хорошо он диссоциирует. А вот в наших органических соединениях OH-группа, это называется спиртовая группа, OH, она, эта группа, отняла электрон у… да что значит отняла? Она его позаимствовала. Он находится в совместном владении у углерода и у кислорода. Ну, разве, простите меня, углерод-кислородная связь, она уж такая полярная? Нет. Он там прилично притянут туда, в ту сторону, да, и поэтому получается такая спиртовая группа, OH. Ну, нет, она бывает, вступает в разные реакции, бывает в водород. Ну, это совсем не то, что, скажем, вот такая вот тоже последовательность. Что-то о H, да, вот в кислоте, например, ну, какая-нибудь кислота типа, 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 типа азотной, серной кислоты, там тоже так есть, да, помните, да, например, H2SO4, то есть S стоит, да, у него есть двойная связь на кислород и две связи по одной на два других кислорода, которые как мостиком соединяют их с водородом, да, вот как. И вот там вот диссоциация идет по линии OH, легко диссоциируется, по линии между О и H, да, вот щелочи между H, а тут она, ну, тут она, понимаете, как вообще как бы не идет. Не диссоциант, ни в ту, ни в другую сторону. Вот это вот называется спиртовая группа OH, вот ее полное название, это в нашем, вот, в нашей игрушке. Спирт не ограничивается, только вот, так сказать, в наших представлениях, спирт это некая такая легко испаряющаяся горючая жидкость, да. Спирты это очень широкий класс, да, спиртовая группа, очень широкий класс всяких разных веществ, да. Не ограничивается вот этими легко испаряющимися алкоголями, да, вот так вот. Так, кислород, мостиковый кислород, вот он, мостиковый кислород, помните, мы с ним с вами сталкивались, когда рассуждали о, значит, кремнеорганических материалах. Кремний в своих этих органических материалах, он, значит, соединялся друг с дружкой через кислород, иначе у него тут ничего не получалось совсем, совсем. Вот такая Си-Си связь вообще не образовывала у нас таких полимерных цепочек, а вот так Си-О-Си нормально. В стекле, кстати, такая связь существует, и у нас тоже, и у нас тоже. Вот такая связь существует, да. С-Си связана через О. Ну, например, она может образоваться на месте, значит, спирта, вот от спиртового окончания. Когда взял спирт и прореагировал, ну, с кем-нибудь там, с кислотой, например, да, карбоновой кислотой, помните, мы о ней говорили. Вот он прореагировал с карбонной кислотой, ушла молекула H2O воды, а там ведь тоже на конце-то там H-О, и тут тоже H-О. Ну, H-2O убежал, а этот, ну, как он, как мостик стал. Эфир получился, да, вот. Вот, от какой-нибудь этилену, этилуксный эфир какой-нибудь, да, метилуксный эфир. Это потом у нас будет. Я пока знакомлюсь с конструктором. Вот это вот очень важный элемент, один из элементов важных. Многие ароматические вещества содержат такой вот элемент, такие приятно пахнущие, ароматные, кстати говоря. Так, значит, теперь вот как. Кислород, который с помощью двойной связи прикрепляется к атому углерода. Широко распространенные вещи. Вы знаете как? Он может по-разному располагаться, это прикрепление. Вот, например, так. На конце углеродной цепочки, там, где углерод со своим соседом, это влево палочка уходит, соединен. И направо он соединен с водородом и кислородом. Двойное вот, двойное вот это, двойное вот соединение. Это называется альдегид. Альдегид. Нужно сказать, что вкус у него не очень. Альдегиды. И еще называются кетоны. Вот этот вот кетон. Разница между альдегидами и кетонами не очень большая. Обычно глава в учебнике в простеньком химии так называются альдегиды и кетоны. Вот они, альдегиды и кетоны. В принципе говоря, и альдегиды и кетоны, вот это вот содержит такую вот пристыкованную О-группу. Нужно сказать, что если вы когда-нибудь ели сливочное масло, вы заметили наверняка его специфический сливочный вкус. Масло это жир. Жир, между прочим, это длинная-длинная цепочка. И вот в этом вот масле, сливочном масле, или как некоторые называют, коровьем масле, у него вот специфический вкус, который, ну, отличает, скажем, от растительного масла. От вкуса растительного масла. Он потому такой, что в растительном масле отсутствуют двойные связи. То есть они там есть, но их немного. Основной элемент у них это не двойные связи, а одинарные. То есть он насыщенный жиры. А вот это вот животного происхождения жиры, он ненасыщенный. Что с ним происходит? Ну, если вы когда-нибудь брали кусок масла и разрезали его ножом, то на разрезе вы видите следующую конструкцию. В середине масло и по поверхности имеет разный цвет. Вот такой, в середине такая тоненькая, это как корочка такая, немножко более желтого цвета. Это как раз то место, где на месте двойных связей прилепились кислороды. Да? Вот эти вот О-группы. И образовались как раз те самые альдегиды и кетоны. Это вообще-то говоря уже кислота у нас образовалась. Это не альдегид. Вот они. Вот они. Вот это вот дает специфический прогорклый вкус. Специфический прогорклый вкус. И этим специфическим прогорклым вкусом-то, значит, я вам расскажу очень поучительную историю. Ну, понятное дело, что мы живем сейчас в условиях рынка, рыночных отношений. И в этих условиях рыночных отношений, что покупатель хочет, то он и получит. И вот у нас есть группа потребителей, которые соблюдают строго пост. Ну, вот что значит пост? Вот у православных христиан молочные продукты нельзя. Нельзя масло. И его надо заменять растительным маслом. А очень хочется им вот этого вот вкуса сливочного масла. И потребителям нашли, да, удовольствие. Выпустили сливочное масло, простите, растительное масло, масло растительного происхождения. То есть оно постное, действительно постное. Вот, в котором устроили дополнительно вот эти вот двойные связи. И оно имеет вкус такой, отдает оттенок такой вкуса, как у коровьего масла. Ну, некоторые, значит, потребители закупились его, как что называется, на всякий случай, впрок. Дело в том, что вот это вот растительное масло, оно в бутылках стоит достаточно долго. У него срок хранения приличный. Оно не меняет своих вкусовых характеристик. А вот с этим маслом, вот облом произошел. Оно стало вот прогоркать. Двойные связи есть, все. Будь ты хоть от коровы, хоть от подсолнечника, будет прогоркать. Вот такая вот история печальная вышла с эльдегидами и кетонами. Так вот, с виду, что здесь, очень похожая ситуация. Но это совсем другое дело. Это вот уже, помните, группа, характерная для, так сказать, карбоновых кислот. Вот она, СООН, так называют. Да, СООН. Здесь такая ситуация. В отличие от спиртовой группы ОАЖ, наличие здесь двойной связи. Поэтому в каком-то учебнике я видел такую группу спирты и кетоны. Вот так вот, да? Вот эльдегида, спирты и кетоны. Везде там же двойная связь с кислородом, если углеродом. Вот. Так вот и здесь. Вот она ОАЖ, но это группа уже кислотная. Она будет диссоциировать по линии ОАЖ. ОАЖ будет отделяться. Будет диссоциация идти. Ну, как-то мы давно-давно с вами поминали уксусную кислоту. Незлым тихим словом. Поминали мы ее в связи с так называемыми буферными растворами. Где она, так сказать, вялая рекомбинируя, вместе находясь с солью уксусной кислоты, позволяла она в широких пределах добавления туда кислоты или щелочей, сохранять постоянный ПОАЖ, постоянную кислотность. Вот. Было такое дело у нас. Такое вот. Называется это... Химия буферных систем. Вот она, буферных систем. Вот это вот та самая вот кислотный блок, да, вот этот модуль, как раз делает той кислотой. В силу того, что углерода здесь, видите ли, как, оттянутые химические связи, и кислородом вот этим с двойной связью, и тут еще вот со своими соседями, он концевой, да, он на краю находится. Тут получается так, что вот это вот О очень хорошо, скажем так, имеет возможность оторвать электрону водорода, лишить его водорода. И получается, и получается это уже пригодно для диссоциации. Если в спиртовой группе, в спиртовой группе, он, кислород прицепился вот-таки вот к этому самому углероду соседнему, да, и достаточно слабенько отнимает электрону водорода, поэтому диссоциации здесь по этой линии не происходит. Вот он слабо отнимает, и, значит, мы с ними связь такая надежная, она не разрывается, да, для того, чтобы диссоциация прошла, чтобы пролезли вот эти вот заряженные чебурашки и разорвали эту связь, да, вот сюда засунули свои уши или головы, или мордочки, вот. А тут не происходит этого, потому что они вот объединены, тут не пролезет чебурашка со своей мордой, не пролезает, да. А здесь вот он как раз может пролезть, здесь уже вот он оторвал у него электроны, вот между двором, раз, и все, и убежала аж. Так, амины. Вот это вот элемент называется амином, он, то есть, простите, это нитрогруппа, н-о, происходит этот такой процесс нитрования, или вот при взаимодействии с азотной кислотой. Вот когда с азотной кислотой происходит взаимодействие, помните, H-Н-О-3, чем это отличается? H-Н-О-3. Значит, Н двумя связями соединен с О, два, две связи с О, еще две связи с О, а здесь вот через мостиковый О он соединен с H. Так вот, тут-то вот очень интересная ситуация, когда взаимодействует он со спиртовой группой, да, азотная кислота, OH-группой, что произойдет? А произойдет вот это вот, убежит H и убежит О его, он потеряет его, останется только такой прилепленный НО-2. Вот, вот оно получается-то. Вот нитрогруппа, нитроцеллюлеза, нитро... У нас будет еще разговор с вами о всех этих вот, так сказать, нитро, все это, по большей части, взрывчатые вещества, кстати, среди них есть и лекарственные препараты, что только там нет. Вот, да, вспомните тот же самый нитроглицерин, он же еще и лекарство от сердца, да? А это вот те самые, значит, амины, NH-2. Ну, вспоминайте, есть такой замечательный объект, аммиак. Вот вы оторвали у него один H, и вот осталось. Вот он вместо H-1 у вас к чему-то он присоединен, стыкует, стыковочный узел там. А здесь NH-2. И поэтому нет такой вот едучести. Обратите внимание, чем наша нитрогруппа отличается от обычного вот кислотного остатка азотной кислоты. У ней бы еще вот на левом конце крепился бы О. А к тому О, который такой очень злой, он очень хорошо бы отнимал электрону, было бы растворялось. А вот этот вот Н, ну, простите, это же Н. Это же не кислород, это же... Ну, как он сам тут в окисленном состоянии находится. Он не сильно отнимает. Хорошо, если он с кем-то встретился с углеродом. Счастье-то какое! Он с углеродом встретился! Он теперь с углеродом вместе владеет какой-то там электронной парой. Да смотрите, он как взрослый. Кислород там у него отнимает, отдирает, а этот вот ему хорошо, они дружно дружат. Вот в чем разница его в азотной кислоте и здесь. Так. Амины во многих органических веществах содержатся. И поэтому, кстати, при разложении органических веществ часто выделяется аммиак. Вот потому что это как раз вот тот самый вот азотосодержащий элемент амин. Амин. Здесь у нас вот так же, как и в амине, да, так условно говоря, это неправильно, только настоящим химикам не говорить, это только между нами. У него зарядовое состояние, у этого вот, значит, три минус. Он у аж забрал, да, и у соседей. Но у соседей он не забрал, поэтому химикам не говорите. Он же с ними, обменяя обменные взаимодействия, у него же справа и слева соседи-то наверняка углероды, да, понимаете как? И вот здесь тоже слева у него углерод, он тоже у него не отнял, да, понимаете как? И вот у этого азота слева углерод, в азотной кислоте у него был кислород, он отнимал у него электрон. А этот ему дает все. То есть вот это вот, по-новому играет вот этот вот элемент, хотя он взят из азотной кислоты. По-новому играет этот элемент, хотя он взят из аммиака. А это, в принципе, переделка вот этой аминовой группы, да, оторвали еще один водород. И вот идёт соединение, да? Обидели его, обидели старика. Да он может и так соединяться со всех сторон с углеродом. Да, он и так срабатывает. Вот эти вот три его электрона, которые он принимает от соседей. Кстати говоря, вот получается, что сродство всё-таки к электрону у него повыше, пожалуй, чем у углерода. Потому что ему не хватает для полного счастья только трёх электронов, чтобы иметь на наружной оболочке восемь. Но вот кислороду не хватает двух, фтору, хлору не хватает одного, а углероду четырёх. Мы говорим, что они меняются, но в этой связи всё-таки это ковалентная полярная связь, в которой N всё-таки более отрицателен, чем C. Вот такая вот связь. Сера, да, сера тоже может туда входить. О чём она самыми разными способами входит? Ну, например, вот таким способом. Через серу играет тут роль, можно сказать, некого мостикового кислорода. Помните, сера, она проявляет валентность 2, например, в соединении H2S. И в этом соединении сера забрала у водорода электроны, у каждого по электрону, и получилось вот такое, похоже, водоподобное соединение. Да, там было H2O, а тут H2S. А вот здесь вот, вот это напоминает очень спиртовую группу в каком-то отношении. А здесь вот она так вот поместилась. Вместо кислорода – S. Вместо кислорода – S. Ну, это вот такая вот, не носят на такого названия, как, так сказать, серный спирт или что-нибудь в этом роде. Ну, вот такая вот группа SH. Да, вот. Особенно такого распространённого массового названия нет, но это тоже встречается, между прочим. И самое интересное, что иногда сера выполняет роль мостика. Мостиковая сера. Вот, как кислород бывает вставлен в молекулах типа эфиров, так и вот сера бывает содержится. Между прочим, сера в нашей жизни играет очень огромную роль. То, чтобы белковые молекулы, значит, очень длинные белковые молекулы, молекулы ДНК, чтобы сохраняли свою структуру, чтобы они, значит, не путались, не ломались. Дело в том, что наша углеродная жизнь потому такая замечательная и сложная. Ну, это я повторяюсь в энный раз, я горжусь нашей углеродной жизнью по сравнению с несуществующими жизнями кремниевой, фосфорной, да, вот, серной тоже не существует. Вот, а я вот горжусь своей углеродной жизнью. Так вот, в углеродной жизни-то у нас очень длинные, может быть, молекулы, может быть, неограниченной длины. Но, чтобы молекула не запуталась, в конце концов, ведь молекула ДНК, если ее распрямить, она будет иметь примерно вот такую длину, представляете, ну, вполне осязаемой. Но она вся скручена в спиральку, потом спиралька еще в более сложную структуру сложена, а удерживает ее в этой спиральке, да, вот что в этой пружинке, что, какие силы. Вот у нас в нормальной пружинке, это там вот, она изгибу сопротивляется, проволока, да, в силу того, что на вид так вот, вот она вот так пружинит, да, всякие пружины, знаете, да. Вот, а тут нет этих упругостей, нет вот этой вот упругости на изгиб у молекулы такой заметной, а есть зато притяжение между соседними витками. Витки притягиваются благодаря серии в ней присутствующей, сера, электроотрицательный элемент. Вот она, эта сера, которая в цепочку вставлена, да, вот представляете себе, с одной стороны С, с другой стороны С, она у того и у другого позаимствовала по электрону. Помните, у нас было такое соединение, серо-углерод, серо-углерод, значит, две серы, соединение с углеродом, СС2 или С2С, не знаю, как лучше вам записать, как все равно как. Двойные связи связывают углерод с каждой серой, и эти серы, они более электроотрицательные, чем углерод, поэтому углерод положительный, серо-отрицательный. И вот тут они тоже у соседей стянули к себе вот эти электронные блока, он электроотрицательный, понимаете как. А на другой стороне этой вот спиральки находится атом водорода, он электроположительный, и он притягивается к этой серии. Вот какой он молодец. Вот этот вот и создает нам такую вот исключительную, уникальную возможность, да, для, значит, существования нашей жизни. Иначе вот такую длинную молекулу с этой информацией просто невозможно было, она все время разрывалась. Ну, кстати, вот такую длинную молекулу, ты можешь себе представить? Я не могу, как она себя будет вести. Ты просто что-нибудь задел и разрезал ее, да? Где ее уместить, такую вот молекулу? Вот у нас надо в ядре клетки ее поместить в эту самую, в хромосому, да с ума сойти, вот такую-то же. А вот когда вы скрутили спиральку, ее и не видно. Она мало места занимает. Но это похожая ситуация с, скажем, магнитной лентой, магнитной пленкой, да? Она у нас скручена на бобину в катушке или в кассете, и занимает совсем мало места. Остается размотать, у-у-у, там какая будет длинная. Очень длинная может быть. А тут она в ней сложена. Вот так вот. Вот это все благодаря серии. Вот она встала. Вот я пропел гимн серии. Поэтому такие сложные, высокоорганизованные живые существа, мы это, мы, кошки, тараканы, собаки, вот я горжусь за нас. Особенно за нас, за четвероногих, да? Вот. Тетроподы. Вот тараканы не наши, не тетроподы. Мы еще более сложные. У нас еще более сложный геном. Все благодаря серии. И еще, глядишь, поживет наша биосфера, еще более сложные организмы могут возникнуть. Кто его знает? Может, мы еще во что-нибудь такое эволюционируем. Но это все благодаря серии все равно будет. Так. Кремний. Мы уже про кремний органическим соединением прокатились. Значит, помните, такое было вещество силан, да? Силан. Вот этот вот элемент силана, отнимаем у него 1H, 1H, 1 водород, и остается свободная связь. И вот дальше он может стыковаться, например, с кремнием другим, да? Вот, простите, с углеродом. С кремнием не состыкуешься. Слишком уж он... Неподходящий у него размер. Неподходящий. Для того, чтобы вот такую вот свиту вокруг себя еще иметь и состыковаться. Не те у него углы. Надо ему только вот через кислород. Потому что мы и так прямые линии рисуем, и на самом деле там ведь ломаная. И она так сломана. В случае углерода она ломаная, ломаная ты ломаная. Но вот соседние водороды, они друг другу не мешают. А тут вот она так сломана, что вот эти соседние водороды, вот у Си-А, Си-Аш-2, Си-Аш-2, они будут друг друг цеплять. Ну, просто невозможно. Сломается она. Она вот не соединишь ее, да? Не соберешь. Знаете, бывает деталь такая... А ее не согнешь. Начнется, как, сказал один академик, деформация электронных орбиталей у молекулы. О как! Вот такие вот дела. Так что вот поэтому-то вот Си-Цепочки кремниевые существуют, но с мостиковым кислородом. Вот так. А это вот она, пожалуй, с соседним углеродом. Углерод, он гибкий, повернется куда надо, и все будет хорошо. Вот она на конце, такая вот группа. Си-Аш-3. Ну, а в данном случае это радикал, да? Вот все наши монтажные элементы, которые для монтажа, мы их называем радикал. Потому что у нее есть свободный стыковочный узел. Вот оно, такое название. Радикал. Вот. Радикал метана, да? Называется метил. Метил. А это радикал силано. Сейчас попробую придумать его название. Си-Нил, да? Не знаю, так не получается. Метил, метан, метил. Силан, си-Нил. Получается, да? Ну, думаю, что нам лучше с вами сейчас вот в эти вот названия номенклатуры не погружаться. Потому что, понимаете, как? Вот представьте, вы что-нибудь изучаете на своем родном языке, правда? А вот у вас такая более сложная задача. Вы что-то изучаете, но и на иностранном языке. Царь Петр вас в Голландию послал учиться морскому делу, да? А вы это голландского языка не знаете. И много ли вы там чему научитесь? Вот, трудно. Хотя они вам будут дело говорить. Но если какой-нибудь простой наш плотник, он скажет, вот эту штуковину берешь, какая-то долбанешь, конечно, подделбанешь. И вот тогда-то вот и закрепишь, как все. Понял? Понял. А как там голландец нам на своем голландском языке там? Не понял. И вот то же самое с химией, и особенно с биологией. Там, значит, какой-нибудь эдакое словечко. Его надо сначала запомнить, освоить, а вам бы хоть с этим делом разобраться, хоть как-то. Я думаю, что вы просто любопытствуете и хотите разобраться. Если вы хотите стать академиком в области химии полимеров, ну, вам лучше пойти в университет и там поучиться. Или в какой-нибудь серьезный химический вуз. А не наши сказки слушать. Это вот такие сказки, рассказы. Так, ну, тут у нас был на конце элемент Си-Аш-3. А он может у нас и промежуточным быть. В отличие от цепочек Си-Си-Си-Си-Си, которые не может существовать, потому что соседние углы, соседние элементы под таким углом расположены, что аши будут их цепляться. Вот эти вот водороды на палочках будут друг другу мешать, ломаться, он не состыкуется. А это вот с Кремнием стыкуется вполне за милую душу. Или, пожалуйста, через О стыкуйтесь. Или через О стыкуйтесь. Кремний еще и по-всякому может жить. Он может вообще такое узловое соединение иметь. Вот Си-Аш. Я его по-разному нарисовал. Ну, вообще так вот его можно, как вот такую тройную звезду. Си-Аш и в разные стороны звезда. На самом деле иметь в виду, что это Си-Аш. На самом деле есть в связи Си-Аш и еще три вот этих стыковочных узла. Вот такой вот, ну, как я его называю, радикал. Хотя это вот уже мы вышли за пределы здравого смысла, химического, с использованием этого названия радикал. Ну, вот такой вот он и есть. А он может даже вообще быть таким вот ядром Си. И со всех четырех сторон к нему прикрепился, например, углерод. Ну, может, не обязательно углерод. Там где-нибудь можно хлор посадить, бром, йод, астат, да. И вообще, галогены, а именно фтор, хлор, бром, йод, ну, я еще такое словечко проговаривал, астат. Но вот вы имеете в виду следующее, что, ну, наверное, может, наверное, может. Просто это как-то за пределами обычной нашей часто встречающейся органической химии. Фтор и хлор – это газы, да. Бром – это уже жидкость. Йод – это уже твердый элемент, да. Хотя, в принципе говоря, и хлор, и бром, и, ну, хлор-то в меньшей степени. А бром и йод очень хорошо растворимы в воде. Есть их водные растворы. Называется бромная вода, йодная вода, вот. А уж астат, ну, это что-то такое диковинное. Он вообще твердый в нормальном положении. Как-то он слишком редок, и за пределами он нашей обычной, так сказать, вот такой химической практики находится. Это что-то экзотическое, да, для таких больших химиков, которые что-нибудь необыкновенное ищут. Вот это вот окончание такое вот. Как это назвать-то лучше правильно-то? Галогеновые, да. Галогены углеводороды. Есть у нас, скажем, даже, вот представьте себе молекулу метана CH4. И можно по очереди каждый H заменять на галоген. Например, хлор, да. Получается четыреххлористый углерод, да. Это C-хлор-4. Вот, например, так. Вот, соедините. И вообще хлор тут в любом месте, бром-йод, можно присоединить. Между прочим, реакция с бромом, с бромной водой используется для определения наличия двойных связей. Потому что бром, вот он прибегает к тому месту, есть двойная связь, да, разрывает ее. Бром-2 ведь молекулы. Вот молекулы приплыла, разорвала, и электроны себе взяла, бром-то все-таки окислитель. Понятно, что это не хлор и не фтор, но все-таки это же бром, он же все-таки окислитель. Молодец какой, да. Значит, теперь по поводу, так сказать, структур. Структуры. Бывает структура линейная. Ну, я бы даже где-то показывал не один раз. С-с-с-с-с-с-с-с-с. Это такая космическая станция из таких вот блоков С-с-с. И по бокам присоединены Аш. А тут у нас получилась такая вещь. У нас С-с-с-с-с-с-с, но она по кольцу. Это такая кольцевая станция. Понимаете, если бы эта цепочка разорвалась, на концах должны были бы быть Аш, как заглушки. А тут нет заглушки, ходи по кругу. Вот, между прочим, так, название, помните, с одним атомом С, это, значит, метан, с двумя этан, пропан, бутан. Вот это вот называется циклобутан. Как вы думаете, кто лучше испаряется? Бутан, у него молекула такая линейная, и она чуть потяжелее, потому что у него на два атома водорода больше. Или вот это вот циклобутан. Оказывается, циклобутан. Я вам сейчас объясню. По месту примерно одно и то же. Грубо говоря, ну что там водород это? Вот, попробуйте вы поднять длинный-длинный стержень. Ну, можно сказать, длинный-длинный кусок проволоки. А теперь попробуйте длинную проволоку скатать в катушку и поднять. Проще, легче поднять уже скомканную в клубок или в катушку вот эту проволоку, чем длинную палочку. Поэтому испаряется, испаряется молекула вот такая, цикла, да, циклическая молекула легче, чем линейная. И просто оторваться от поверхности жидкости проще вот этому комочку. Он легче испаряется. Поэтому есть маленькая деталька, связанная с нефтепродуктами. Вот это, кстати, вот так вот я записал картинно, все видно, да. Но обычной, когда все это записывают, не используют вот эти вот палочки, палочки только между С. Вот оно, СН2, и вот так по кругу пробежали. На самом деле это значит вот такую картину. Хотя тоже не эту картину значит, потому что она не плоская, да. Вот эта структура из всех этих атомов, она не плоская, они все в разных плоскостях лежат, понимаете. Но понятно, что любые три атома углерода в одной плоскости, через любые три точки можно провести плоскость. Вот, любые три, ну да. Смотрите, в другую плоскость. А счете аж торчат в разные плоскости. Вот так вот, имейте в виду. Так, теперь вот это называется ароматический углеводород, бензольное кольцо. Здесь интересно и вот что. Есть, присутствуют двойные связи, правда? Ну вот они. Все нормально, да. С, С одинарная связь, С, С двойная связь. У каждого из этих атомов, С, четыре связи. Одна из них уходит на водород, а другие три к соседям. Все это вроде бы нормально. И вот это, если правильно нарисовать, это выглядит так, со всеми подробностями структуры. И вот интересно следующее. Что, ну скажем так, вот когда появился рентгеноструктурный анализ, выяснили удивительную вещь. Дело в том, что, ясное дело, что длина связи одинарной С, С и длина связи двойной С, С должна быть разной. Правда? Это аксиома. А оказалось, что эта молекула симметрична. Это идеальный шестиугольник. Несмотря на то, что сторона, где двойная связь, и сторона, где одинарная связь, должны иметь разную длину. Они имеют общую. В чем дело? Оказалось, что реально этих двойных связей не существует. Реально вот эти лишние электроны, они попали в общее их владение. Вот почему не бывает таких ароматических, как называть, ароматических колец у кремния. Дело в том, что углерод, помните, в виде, когда мы используем его, этого самого графита, он проявляет металлические свойства. И вот тут он тоже проявил их в узком кругу шести атомов углерода. Он вот эти вот три электрона, какие три, раз, два, шесть электронов обобществил. Они вместе, они размазаны по всему этому кольцу. И поэтому кольцо, это кольцо идеальный шестиугольник, на самом деле. Вот как получилось, вот, вот что у нас, значит, получилось. А это вот, кстати, уже просто циклопарафин называется, да? Вот обратите внимание, тут есть двойные связи, и мы в виде колечка изображаем. Вот, на самом деле, как мы изображаем. А то был циклопарафин. Ну ладно, время наше уже подошло к концу. Как говорит учительница, когда не успевает закончить, материал очень большой. Давайте, давайте, скорее, скорее, скорее. Давайте скорее заканчивать, а в следующий раз продолжим с этого же места. Желаю вам удачи, всех вам благ. Субтитры сделал DimaTorzok